Оживление мировой экономики после кризиса создаст благоприятные условия для возобновления роста иностранных инвестиций. Наша экономика сможет получить их в нужных объёмах только тогда, когда условия для размещения инвестиций в нашей стране будут относительно лучше, чем в странах, которые конкурируют с нами за привлечение иностранного капитала. Здесь, понятно, невозможно достичь какого-то абсолютного уровня, раз и навсегда создать конкурентные преимущества, которые позволят приходить инвестициям в Россию и инвесторам выбирать Россию в качестве наиболее привлекательного места. Но создать относительно лучшие условия мы обязаны. Кстати, замечу, что наши ближайшие партнёры, Белоруссия и Казахстан, занимают, соответственно, 58-е и 63-е место в рейтинге стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса. И в отличие от нас они двигаются вверх. Это тоже повод призадуматься. В чём состоит текущая задача? Задача – разработать комплекс мер, которые повысят инвестиционную активность. Я назову несколько из них. В ваших выступлениях, надеюсь, перечень этих мер может быть продолжен и расширен. К ним следует отнести, во-первых, снятие квот в отношении найма высококвалифицированных зарубежных специалистов. Во-вторых, улучшение ситуации с своевременным возмещением налога на добавленную стоимость при капитальном строительстве и экспорте несырьевой продукции. В-третьих, оптимизацию механизмов администрирования расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мы об этом, кстати, уже говорили в рамках Комиссии по модернизации. И в-четвёртых, введение облегчённого порядка таможенного оформления для предприятий, производящих машино-техническую и высокотехнологическую продукцию. Это, естественно, только самый предварительный набор мер. Хотел бы напомнить также, что те преференции, которые мы создаём по отдельным направлениям инвестиционной деятельности, они касаются и крупных компаний. Государство поддержало в прошлом году развитие крупных компаний, в основном в сырьевом секторе, но не только, конечно. При этом на их поддержку пришлось потратить накопленные в докризисный период государством резервы в значительном объёме. Эти компании не просто сохранили активы, но и кое-что добавили. Поэтому государство вправе рассчитывать на то, что эти компании, которые получили государственную поддержку, будут заниматься инвестиционными проектами и проявят инвестиционную активность в области модернизации российской экономики. Они просто будут продолжать политику по наращиванию экспорта сырьевых товаров. Пока они спят, и я думаю, что нужно обеспечить необходимый контроль за такого рода процессами со стороны правительства. Сегодня также было бы целесообразно обсудить предложение по привлечению в российскую экономику длинных денег, прежде всего денег, которые накопило население. Это сложная тема, она отчасти психологическая, или в значительной даже мере психологическая, потому что она связана с доверием нашей экономики, нашим действиям. Но пока, во всяком случае, на рынке инвестиций эти деньги играют очень скромную роль. Причина – вопросы доверия, а также неразвитость инфраструктуры и неготовность самих финансовых институтов к этому. Наконец, я хотел бы обратить внимание на избыточную активность проверяющих органов в отношении наиболее успешных предприятий налогоплательщиков. Конечно, проверять нужно всех, и тех, кто много платит, тоже надо проверять, но не очень хорошо выглядит ситуация, когда вал проверок увеличивается пропорционально экономическому росту. Чем лучше компания работает, тем больше к ним требований, тем больше приходит проверок. Это нужно иметь в виду. В сегодняшнем совещании, поэтому принимают участие представители правоохранительных и контрольных ведомств, хотел бы, чтобы они проявили и профессионализм, и компетентность в расчёте на формирование благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Это наша общая задача, безотносительно к тому, кто чем занимается. И руководители общеэкономических ведомств, и руководители контрольных и правоохранительных ведомств, руководство Центрального банка, администрации президента. Всё это нужно именно нам всем. И хотел бы обратиться к каждому из здесь присутствующих. Вот наш инвестиционный имидж – это на самом деле сумма инвестиционных имиджей всех здесь представленных. Всех ведомств, организаций и части которых здесь нет, конечно. Поэтому от нашей согласованной работы в конечном счёте и будет зависеть состояние с нашим инвестиционным климатом и восприятие нашего государства, нашей экономики в глазах инвесторов. На это нужно обратить самое пристальное внимание. Продолжение следует...